Моё почтение, дамы и господа, с вами Костярин. У нас сегодня долгожданный обзорчик на Дракнана 2-й версии. Как вы знаете, мой видеообзор, моя дорожка на YouTube началась с Дракнана 1-й версии, и он залетел, почти 80 тысяч просмотров, поэтому в честь этого решили снимать около ёлочки. Но ёлочка, к сожалению, не готова. Ну давайте перейдём непосредственно к обзорчику. А как всегда, у нас комплектация пойдёт, оператор сейчас приблизит вам, ему всегда надо говорить, чтобы он это делал. Встречают у нас такая красивая строгая коробочка Just Драк. Внутри у нас само устройство с предустановленным картриджем. Ну и цепочка я уже прикрепил, она тоже так же шла в комплекте. Давайте я вот так вот надену и рассмотрим дальше нашу комплектацию. Опс, упал. Минусы снимать на улице. Вот запасной испарительный элемент на 1.2 он у нас идёт, предустановленный у нас на 0.8. И также у нас в комплекте Type-C кабель. Давайте коробочку уберём, непосредственно разберём само устройство. Ну, не в смысле разберём, а в смысле обозрим. Так. У нас устройство вот такое, приблизь камеру. Выполнено из металла, точно так же, как и первая модель. Заметно стало толще, кстати, заметите. И такой же брусочек, удобный, кстати, в руках. Картридж потерпел некие изменения. Теперь он у нас стал так же жирнее и больше в объёме. Заправка у нас осуществляется тем же образом. Похожая заправка также у нас есть и на WPRS и X-ROS. Только здесь она более грамотная, продуманная. Видите, у нас вот так вот отщёлкивается резиночка. Снова защёлкиваем и устанавливаем крышечку. Креплений у нас нету магнитных. У нас просто защёлочка. Но, справедливости ради, скажу, что держится картридж отлично, не люфтит. И, в принципе, отлично сидит. Сбоку у нас есть регулировка обдува. Мы можем полностью перекрыть его. Также полностью открыть. Также добавилась кнопочка. И три индикатора показывают уровень заряда. А также можно тройным нажатием переключить мощность. Это у нас белая лампочка минимальная мощность. Синяя лампочка. Раз, два, три. Синяя лампочка чуть помощнее. И зелёная самый мощный режим. И можно парить. Максимальная мощность составляет 20 Вт. Также снизу у нас, как и на первой версии, есть такая вставочка, чтобы вскрыть наше устройство. И разъём для зарядки, в принципе. Все просят, чтобы я на видео показывал, как подпарит. Ну и на этом видео давайте я покажу. В принципе, всё видно, думаю. А по вкусу передачи у этого пода я бы его сравнил, наверное, с тем же V-Mate, VTRU PRO, а также, наверное, свинч и пот. Но при этом здесь такая мягкая затяжечка на минимальной мощности. Если поставить максимальную, да, затяжка ощутимо становится туже. И прям чувствуешь тыха и вкус жиже. Нет, здесь по вкусу передачи он определённо лучше. Заказал я его также на Алиэкспресс, как и всё, в принципе, что я заказываю. 1600 рублей он мне обошёлся. И сравнивать его с каким-то Chiron Baby, я думаю, смысла нет, потому что, блин, он во всём круче. Просто ни одного плюса нет у Charon, по сравнению с этим устройством. Опять же, заметьте, какая работа над ошибками проведена. Добавили кнопочку, регулировку обдува. Исправили проблему то, что в первой версии часто из-за того, что картридж был слишком тонким, жижа плохо пропитывалась, и мы ловили гарик. Нет, это устройство реально очень крутое. И цепочка одна, чего только стоит. Можно вешать на шею. Но, справедливости говоря, зимой лучше на шею не носить, цепочка всё-таки холодит. Ну и, в принципе, что я хотел рассказать. У нас плёночки, кстати, не сняты. В комплекте, точнее, завода они есть. Я вот чуть ковырнул. Не знаю, видно на камеру или нет. Оператор у меня, пожалуйста, не очень хороший. Ну, в общем, ребятки, спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал. С наступающим вас Новым годом! С вами был Костярин. Всего вам самого густого! Субтитры сделал DimaTorzok